Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневековой Европы, о христианстве, в частности, о священном писании Библии. В прошлой публикации мы перешли к четвертой книге Нового Завета «Евангелию от Иоанна» и разобрались с его первой главой. Во второй главе продолжается повествование, начатое в предыдущей. На третий день после крещения Иисуса был брак в селении Канна на территории Галилеи, куда позвали Мать Христа, Его самого и учеников, которых к тому моменту, если я правильно посчитала, было уже пятеро. Там Богородица сказала сыну, что на свадьбе нет вина, на что он ответил, что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой. Иоанн 2.4 Дальнейшая реакция мамы просто восхитительна. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то и сделайте. Иоанн 2.5 Такая чистая еврейская мамочка. Сын сказал что-то типа «Ну, мам!» На что она ответила «Ша, иди и сделай!» Получается, что не Бог решает, когда настало его время, а мама. Спаситель велел наполнить сосуды водой. Потом сказал «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира» Иоанн 2.8 Служители отнесли, а тот попробовал и говорит жениху «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег в доселе» Иоанн 2.8 Это было первое чудо, совершенное Иисусом, согласно рассказу евангелиста Иоанна. Стоит добавить, что ни у Матфея, ни у Марка, ни у Луки ничего подобного не было. После свадьбы Иисус с матерью, братьями и учениками отправляется в Капернаум, а потом держит путь в Иерусалим на Пасуху. Там он изгоняет торговцев из храма. Ученики его, глядя на это, вспомнили слова из Псалтирия, а именно Псалом 68, стих 10. Ученики его вспомнили, что написано «Ревность по доме твоём снедает меня» Иоанн 2.17 Подобный эпизод был во всех трёх предыдущих Евангелиях, но по времени позже на четыре года. Иудеи возмутились и потребовали знамения, подтверждающего право Христа, так поступать. На что он сказал «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его» Иоанн 2.19 Естественно, никто не стал ради проверки разрушать Иерусалимский храм, на строительство которого ушло 46 лет. Но интереснее другой факт. Спаситель говорил не о здании, а о своём теле. Что и объясняет дальше Иоанн. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мёртвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Иоанн 2.21.22 Так что никаких храмовых зданий за три дня Иисус восстанавливать не обещал. В начале третьей главы к Спасителю ночью приходит один из фарисейских начальников по имени Никодим и говорит «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иоанн 3.2. Вот интересно, о каких чудесах говорит этот человек? Ведь евангелист Иоанн описал пока только одно – в Кане Галилейской. Христос сообщает «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанн 3.3. Никодим задаёт вполне логичный вопрос. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иоанн 3.4. Спаситель объясняет «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанн 3.5. Вероятно, речь идёт об обряде крещения. Продолжая разъяснение, Иисус говорит «И как Моисей вознёс змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческую». «Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную» Иоанн 3.14.15. Если вы помните, в 21 главе книги «Числа» в Ветхом Завете Моисей помещает изображение змея на своё знамя и рекомендует работающий рецепт от укусов этих существ. Нужно лишь посмотреть на этого змея, и никакой яд не возьмёт. Получается, по аналогии, что для жизни вечной человеку достаточно посмотреть на изображение распятого Христа, или можно не только на распятого. Спаситель добавляет «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» Иоанн 3.16.18. То есть Бог отправил Сына, чтобы мир спасён был через Него, но не весь. Неверующих отсеиваем сразу. Ещё один критерий, установленный Иисусом, следующий. Суть же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Иоанн 3.19.21. Значит, те, кто делает злое, тоже негодятся. Но вот вопрос. Много ли вы знаете людей, которые никогда не делают зла? Лично я ни одного. И не рассказывайте мне про исповедь и отпущение грехов, потому что Спаситель-то не обещает ни исповеди, ни отпущения грехов после неё. Во второй части третьей главы автор возвращается к Иоанну Крестителю, который рассказывает о значимости Христа, заканчивая фразой «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём» Иоанн 3.35.36. Которая, как мы видим, противоречит тому, что буквально только что сказал сам Спаситель, а именно тому, что одной веры мало, нужны ещё и добрые дела. Немаловажным остаётся вопрос, какими критериями определять добрые и злые дела. Понятно, что Бог на суде разберётся, но неплохо бы и людям знать заранее, чтобы поступать по-доброму. В начале четвёртой главы Иисус отправился из Иудеи в Галилею. Дорога его проходила через Самарию. У иудеев с самаритянами была давняя и непримиримая вражда, причиной которой я уже рассказывала, когда речь шла о девятой главе Евангелия от Луки. Христос остановился у колодца, а ученики ушли в город. К колодцу подошла местная женщина, а Спаситель сказал «Дай мне пить» Иоанн 4.7. Самарянка удивилась тому, что человек из Иудеи с ней заговорил. Иисус пояснил «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе «Дай мне пить», «То ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую» Иоанн 4.10. Слова его не сильно впечатлили женщину. Она обратила внимание, что колодец глубокий, воду собеседнику зачерпнуть нечем, так как же он достанет воду живую? Христос объяснил «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» Иоанн 4.13.14. Самаритянка обрадовалась и попросила такой воды, чтобы больше не ходить в колодцу. Но тут спаситель устал говорить с женщиной и отправил ее за мужем. Однако она ответила, что у нее такового нет. Иисус заметил «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала» Иоанн 4.7.18. Вот эти простые слова подействовали на Самарянку сильнее, чем вся предыдущая философия. Она тут же убедилась, что перед ней пророк и даже более того, мессия, а потом отправилась в город рассказать всем о своей встрече. Добавлю, что в диалоге с женщиной Христос обращает внимание на особую роль иудеи в его миссии. Ибо спасение от иудеев. Иоанн 4.22. Вернулись ученики и предложили ему еды. Но спаситель ответил, что его пища совсем другая. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его» Иоанн 4.34. Пришли и самаряне, вдохновленные рассказом женщины, и просили Иисуса остаться в городе на некоторое время. Он выполнил их просьбу и пробыл там два дня. Дальше направился в Галилею, заметив, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Иоанн 4.44. «Однако галилея не приняли его, так как видели все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник» Иоанн 4.45. Вероятно, речь идет об изгнании торговцев из храма, описанном Иоанном во второй главе. Иисус зашел в Кану, где совершил свое первое чудо – превращение воды в вино. Туда же пришел к Христу царедворец из Капернаума, прося исцелить его умирающего сына. Спаситель сказал, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес» Иоанн 4.48. Но несчастному отцу было не до метафизики. Он просил, «Господи, приди, пока не умер сын мой» Иоанн 4.49. Иисус ответил, «Поди, сын твой здоров» Иоанн 4.50. Царедворец отправился домой. По дороге встретил своего слугу и узнал, что сын его выздоровел ровно в тот час, в который сказал Христос. Это было второе чудо спасителя. Любопытно, что ни у одного из предыдущих евангелистов этой истории нет. Но Лука в 7 главе рассказал про исцеление слуги Сотника, который тоже был из Капернаума, а исцеление также произошло дистанционно. У Матфея в 8 главе тоже вскользь упомянуто исцеление слуги Сотника, сразу после Нагорной проповеди. На этом 4 глава Евангелия от Иоанна заканчивается. В следующем видео нас ждет 5. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание!